На каникулы в Иркутск. Для детей из Улан-Удэ организуют бесплатные экскурсии в столицу Приангария. Какие достопримечательности покажут школьникам, расскажем совсем скоро. В эфире областного телеканала Аист вы смотрите международную информационную программу «Середина земли». Это самые интересные новости Забайкальского края, Бурятии, Монголии и Китая. В студии работает Юлия Ширяева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Герои великой страны в Краеведческом музее готовят экспозицию портретов тружеников советской эпохи. Герои картин, реальные люди, жившие в Забайкальском крае в разное время. Например, это геолог Гулин. Работа на местах. Депутаты народного хурала побывали с рабочей поездкой в Закаменском и Джидинском районах Бурятии. Более трех тысяч товарных поездов. Как влияет развитие маршрута Китай-Европа на экономические отношения двух стран? В принципе, наверное, процентов 70 мы используем китайский бренд, потому что вся электронная техника произведена в Китае. Культурная адаптация. В Шанхае провели конкурс классических китайских постановок для школьников-иностранцев. Я думаю, такого рода мероприятия очень важны. Они, с одной стороны, актуальны, с другой помогают не забывать о древних традициях страны, культуры, народа. Я передаю слово нашим коллегам из Забайкалья. Здравствуйте! Поделитесь вашими интересными новостями. Здравствуйте, коллега! В международной программе «Середина земли» очередь новостей Забайкальского края в студии Юлия Тимошенко. Ежегодно в начале декабря во всем мире отмечается день борьбы со СПИДом. Это заболевание стало глобальной проблемой современности. Сотрудники краевого центра СПИД провели акцию. А какой твой тест на ВИЧ? Все желающие смогли сдать кровь и узнать свой ВИЧ-статус. Подробности в следующем сюжете. Уже в течение первых 10 минут в торговом центре «Аврора» образовалась очередь более чем из 30 человек. Узнать свой ВИЧ-статус пришли неравнодушные читинцы разного возраста. Исследование проходит бесплатно и анонимно. Как показывает статистика, на данный момент в нашем регионе выявлено 6429 человек, зараженных этим заболеванием. В основном это трудоспособное население в возрасте от 30 до 49 лет. Идея акции продиктована временем. Сейчас, к сожалению, темпы хоть и замедлились распространение ВИЧ-инфекции. Забайкальский край среди 12 субъектов федерального сибирского округа находится на пятом месте. Но, тем не менее, мы каждый день по одному-два случая выявляем ВИЧ-инфекции. Поэтому мы призываем жителей нашего края, гостей нашего края прийти в центр СПИД и узнать свой ВИЧ-статус. Если выявляется ВИЧ-статус положительный, то на сегодняшний день современная медицина позволяет человеку вовремя предпринять меры по сохранению своего здоровья, тем самым сохранить трудоспособность и жить качественно и долго. Более 95% ВИЧ-инфицированных – это трудоспособное население. Если раньше большая часть больных являлась потребителями наркотиков, то сейчас в основном это социально адаптированные люди. Практически все они или работают, или учатся, то есть имеют устойчивый социальный статус. Для меня это важно, мне это нужно. Я бы хотела всегда знать, больна я, не больна. А я узнала это из рекламы, показывали по телевизору. Мне стало очень интересно, я решила прийти. Я позвала много девочек из своей группы, которые даже учусь. Они согласились даже с легкостью. Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, продолжилась в Центре СПИД. Студенты Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса после прохождения школы волонтеров «Равный обучает равного» прошли добровольное конфиденциальное экспресс-тестирование, после которого получили памятные подарки, в том числе значки в виде красной ленточки – официального символа борьбы со СПИДом. Тест на ВИЧ – это возможность положить конец своим страхам и неопределенности. Если у вас в жизни были ситуации, связанные с риском передачи ВИЧ, случайные половые контакты, употребление наркотиков, сдача такого теста позволит точно узнать, попал вирус в ваш организм или нет. Пройти обследование и узнать свой ВИЧ-статус можно в краевом центре СПИД или в поликлинике по месту жительства. Татьяна Салихова, Екатерина Петина, Тамара Ванфули, Анатолий Тюльнев, Александр Забелин. Середина земли. Забайкальский край. В Забайкальском краеведческом музее открывается выставка советского портрета героя великой страны. По-другому ее можно было бы назвать «Забайкальцы о забайкальцах», поскольку над портретами наших земляков трудились известные в крае художники. Второй день в Забайкальском краеведческом музее идет подготовка к новой выставке. И сегодня монтаж картин уже завершается. Остались мелочи – убраться в зале и отрегулировать освещение. Все полотна, а их 30, представлены из личного фонда музея. Некоторые из них не выставлялись ни разу, другие зрители уже видели. В целом же вся экспозиция приурочена к столетию революции. Авторы – известные забайкальские художники Иван Блохин, Лазарь Новицкий, Василий Голубев, Борис Чередник. Герои картин – реальные люди, жившие в Забайкальском крае в разное время. Например, это геолог Гулин. Там у нас представлены заслуженные врачи Российской Федерации – Каханский и Мунгалов. А это пионер Вожатая Качкарева. А вот образ ребенка – собирательный. Это такой советский мальчик, здоровый, румяный, целеустремленно смотрящий в будущее. Направление, в котором работали художники, можно обозначить как советский портрет. Его герои – люди не случайны. Это передовики производства, труженики тыла, участники гражданской и отечественной войны, герои социалистического труда. Есть здесь и легендарные личности, такие как барон Филимонов, участвовавший в штурме Зимнего дворца, и снайпер Семен Намакунов. Прежде всего, выставка будет интересна тем, чья юность пришлась на советское время. Люди, которые трудились в этот период времени, ушли на заслуженный отдых. Ну, естественно, детей, конечно, мы будем привлекать, потому что все-таки подрастающее поколение должно воспитываться на примерах старшего поколения, на трудовых подвигах, на том, как они трудились, на их опыте. Выставка откроется уже завтра. По словам организаторов, она будет дополнена трудовыми наградами и почетными грамотами советского периода. Светлана Тулунова, Андрей Шаронов, Середина земли, Забайкальский край. На этом блок новостей Забайкальского края завершен. На связь с нами выходят коллеги из Улан-Удэ. С новостями Бурятии нас познакомит Батор Ламбаев. Здравствуйте. Красавицы из Улан-Удэ принимают участие в китайском фестивале монгольской одежды. Они представили коллекции именитых бурятских дизайнеров. Расскажите подробности. Приветствую вас, Юлия, и зрители Приангария. В городе Хухатоа, административном центре внутренней Монголии, стартовал традиционный фестиваль монгольских нарядов и украшений. Он проводится уже в 14-й раз. В масштабном мероприятии участвуют модельеры из Китая, Монголии и трех российских регионов – Тывы, Калмыкии и Бурятии. Нашу республику на нем представляют известные дизайнеры Игорь Сарапулов и Мила Шарапова. В качестве моделей на показах выступает и 16 наших землячек. Многие девушки – участницы и финалистки конкурса «Краса Бурятии». В их числе и телеведущая ТВКОМа Виктория Борисова. И к другим событиям. Сказочный сагалан или событийный туризм. Торгово-промышленные палаты Бурятии и Восточная Сибирь обсудили совместное развитие внутреннего туризма байкальских регионов. При поддержке российских железных дорог школьники смогут посетить соседние регионы. Тему продолжит наш корреспондент. Расширить кругозор, воспитать патриотизм и, конечно же, прогуляться по столице Приангария. Школьники Бурятии в ближайшем будущем смогут хоть ненадолго сменить душные школьные кабинеты на экскурсии по Иркутской области. Таким образом будут развивать межрегиональный туризм, но начнут с поездок на берега Байкала. Программа предусматривает экскурсии, питание и проживание. Данный проект носит название «Вагон знаний». «Целями данного проекта является гражданско-патриотическое воспитание школьников через знакомство с регионами как Иркутской области, так и Республики Бурятия, повышение качества путешествий школьников, интеграция путешествия в образование, повышение культурного уровня и получение новых знаний и опыта». Помимо «Вагона знаний» обсудили и Сагалган. В этом году Министерство туризма на праздник Белого месяца обещает интересный сюрприз. «Сказочный Сагалган – это в первую очередь развитие детского туризма, детского и социального туризма, что очень важно для жителей наших регионов. И в этом году мы встречаем впервые, наверное, за нашу историю праздника самого главного Санта-Клауса из Финляндии, Йеллоу-Пуке. Это будет очень интересно для наших детишек». Предложение оценили и решили, что детально отдельные вопросы организации необходимо обсудить на более высоких уровнях. Баир Цедыпов Сергей Петров. Середина земли – Бурятия. Спортивные достижения и рост производства. Все чаще районы Бурятии становятся лидерами крупных межрегиональных соревнований, а товаропроизводители завоевывают рынки соседних регионов. Депутаты Народного хурала республики посетили Закаминский и Джидинский районы, проверив развитие их инфраструктуры. Содно Мерденеев с деталями. Депутаты Народного хурала Бурятии Баир Доржиев, Виктор Аюшеев и Сергей Пашинский в Закаминском районе ознакомились с производством напитков. Местный завод, помимо основной продукции, также успешно ведет производство широкого ассортимента безалкогольных напитков. «На нем делаем газированные воды, лимонады, дюшесы, а также воду питьевую. У нас скважина артезианская». Большое впечатление на депутатов республиканского парламента произвели спортивные успехи. Депутат Виктор Аюшеев лично опробовал спортинвентарь, который здесь всегда в достатке, и профессионально отработал приемы с боксерской грушей. Местные спортсмены регулярно побеждают на соревнованиях и гордятся все новыми успехами. «Вчера приехали с турнира, оригинальные турниры города Шелихова, Иркутской области. Победителями стали трое боксеров города Закаминска. Вообще из Бурятии выступило очень много боксеров. Тункинцев 10, Кабанский район 8 и Закаминский трое». «Даже не знаю, как это неописимо для меня. Так как мы сейчас в Иркутск съездили, и там были три боксера из Закаминска, все заняли первое место. А так как из других районов были Селинга, Тунка, и они, мало кто добрался до пьедестала». Зимние виды спорта в районе также широко представлены. Особый упор на детскую подготовку. Тренировки и опыт соревнований приносят желаемый результат. «Вот Виктор Васильевич, мой коллега, когда работал главой района, и вот сейчас руководство района, оно сохранило спорт. То есть у нас на самом деле не на всех районах республики такое большое представительство видов спорта, такая поддержка спорта. Это в основном за счет руководства и за счет энтузиастов, которые работают». В Джидинском районе депутаты народного курала провели совещание по развитию сельских поселений. Депутаты предложили более эффективно использовать бюджетные деньги. «Дополнительно к нам пришли села, ну по этой программе, и деньги начинаются дробления. То есть маленькая сумма, поэтому мы не можем осуществить большой проект. Поэтому надо деньги где-то аккумулировать, наверное, на одно село провести, потом на следующее село, а не дробить на мелкие». Одним из крупных проектов планируется реконструкция центральной площади райцентра Джидинского района, села Петропавловка. «Это были лишь некоторые интересные события из жизни Улан-Удэ и республики. На этом блок новостей Бурятии завершен. Спасибо, что в эти минуты были с нами. К выпуску международной программы «Середина земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Здравствуйте! О чем расскажете сегодня?» «Здравствуйте! Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем в Су-Дисян-Джунань. Железнодорожные маршруты Китай-Европа способствуют развитию торговли в странах одного пояса, одного пути. С января по ноябрь текущего года в этом направлении проследовали три тысячи составов. Это половина всех рейсов за последние пять лет. Как развитие железнодорожной сети отражается на торгово-экономических связях Китая и России, узнали мои коллеги. Москва в автосалонах, торгующих китайскими брендами, многолюдна. Как рассказывает житель российской столицы Сергей, машины китайского производства пользуются большой популярностью благодаря соотношению цена-качество. «В принципе, наверное, процентов 70 мы используем китайский бренд, потому что вся электронная техника произведена в Китае. Автомобиль, вот то, что я сейчас рассматриваю, это я рассматриваю уже второй автомобиль. Один автомобиль H8 я уже приобрел своей жене. Это я рассматриваю H9 себе». Компания Great Wall пришла на российский рынок в 2004 году. Спустя 11 лет в Москве открылся дилерский центр марки Havail, принадлежащий Great Wall Motors. А этим летом были подписаны соглашения с дилерами из четырёх городов – Москвы, Тулы, Ростова-на-Дону и Волгограда. К 2019-му планируется открыть 50 автосалонов по всей России. Уже сейчас на российском рынке реализовано более 120 тысяч машин китайского гиганта. В руководстве компании рассказывают, что такому стремительному развитию помогает хорошо отлаженная логистика. «Нам предоставлены очень хорошие условия, позволяющие эффективно контролировать затраты на логистику, планировать распределение товара и быстро оформлять документы. К минимуму сведены риски повреждения груза во время доставки». Для доставки автомобилей и запчастей компания пользуется железнодорожным маршрутом из Даляня. Он популярен и у других торговых и логистических компаний. «В этом году практически на 60% идет рост объема контейнерных перевозок. Поэтому порт Далянь здесь выступает чемпионом в развитии нашего сервиса. И мы каждый год гарантируем увеличение объема контейнерных перевозок практически в два раза». Развитая логистика стимулирует торговлю. Только за период с января по сентябрь объем товарооборота между Китаем и Россией превысил 61 миллиард долларов США, что почти на 22,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Причем специалисты говорят, что если раньше поезда чаще всего шли нагруженными из Китая и возвращались пустыми обратно, с развитием спроса на российскую и европейскую продукцию в Китае ситуация меняется. В Шанхае прошел конкурс классических китайских постановок для школьников иностранцев. Таким образом, его организаторы решили помочь детям адаптироваться в новых культурных условиях. В театральном конкурсе приняли участие около 200 учеников местных международных школ. По их словам, проект научил их взаимопомощи и работе в команде. Подробности материали далее. В атриуме одного из торговых центров в Шанхае состоялось детское театрализованное представление. В нем приняли участие ученики пятых-шестых классов, переехавшие жить в Китай из Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов. События перенесли зрителей почти на 1800 лет назад, в китайскую эпоху Троецарствия. Несмотря на то, что юные экспаты не по-детски волновались, организаторы уверены, это их первый шаг на пути к адаптации в новой культурной среде. Все классно, это прекрасно, все в порядке, это нормальная температура. Чтобы сорвать аплодисменты зала, пришлось на славу потрудиться. Полгода репетиции и знакомства с китайской культурой. По словам педагогов, проект стал настоящим теймбилдингом. Нас учили помогать друг другу дружбе и совместной работе, помогать и получать удовольствие это общение с друзьями. «Я думаю, такого рода мероприятия очень важны. Они, с одной стороны, актуальны, с другой, помогают не забывать о древних традициях страны, культуры, народа. Способность соединить две эти составляющие позволяет молодому поколению наслаждаться процессом знакомства с историей, интерпретацией исторических событий и в какой-то мере прикоснуться к ним». Мероприятие проходило в формате конкурса театральных постановок, в котором приняли участие Международные школы Шанхая. Событие состоялось в рамках ежегодного проекта комиссии по образованию. Цель – ознакомление детей-экспатов с китайской культурой. В рамках проекта некоторые учебные заведения организовали занятия по классической китайской литературе.